Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Ман Юнайтед ФК24 с измененными бегунками настроек сложности. Карьерка получается непростой, пока что наша команда выиграла только лишь Карабао Кап в прошлой серии, но всегда нужно с чего-то начинать. В чемпионате мы идем на шестой строчке, сегодня у нас три игры в чемпионате в серии, не нужно исправлять ситуацию, матчи не самые серьезные, но, ребята, иногда и с такими командами мы ошибались, где-то нам не везло, и все заканчивалось либо поражением, либо ничейным результатом, но нам нужны победы. У нас команда в принципе играет неплохо, мы почти что смогли сыграть в ничью с Манчестер Сити, к сожалению, немножко не повезло, уступили 1-0, но, на мой взгляд, игра была неплохая, по крайней мере, лучше, чем когда мы играли в первой половине сезона, там как-то вообще команда не чувствовалась, но будем сегодня стараться исправлять ситуацию в турнирной таблице. Первый матч у нас против Эвертона, как раз-таки с ними мы встречались в финале Карабао Кап, мы смогли их обыграть со счетом 2-0, ну и будем надеяться, что сегодня мы тоже сможем у них выиграть. Но они, я думаю, захотят взять матч-реванш, они не так далеко от нас в турнирной таблице, ну а вот состав нашей команды, и как вы видите, Малин у нас с восклицательным знаком, все потому что, ребята, я поменял ему позицию, теперь он ПФА, и рейтинг у него стал плюс 2, был 82, стал 84, но я думаю, эта ошибка много не изменит в его игре на острие атаки, я думаю, что он и так же будет продолжать действовать здорово. Ну а вы, ребята, усаривайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, если здесь впервые, обязательно залетайте в наш Телеграм по ссылке в закрепленном комментарии, там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований, все будет под рукой. Там же в Телеграме есть видеоролик по настройкам бегунков для усложнения карьеры, пользуйтесь, настраивайте. Под этим видео в закрепленном комментарии есть еще и ссылка на мой второй канал с прохождениями, его название Фандом Лига, там мы проходим различные сюжетные игры в человой атмосфере, всем тоже буду рад, а мы отправляемся на первую игру. Мы, друзья, играем дома, принимаем Эвертон в родных стенах и будет интересно посмотреть, что они нам продемонстрируют после поражения в финале Кубка Карабаука. Трибуны заполнены, болельщики пришли поддержать команду, но у Тенхага и руководства сейчас не все складывается здорово. Руководство хочет, чтобы мы попали в зону Лиги Чемпионов, чтобы мы дошли до финала Лиги Чемпионов, но потихоньку, потихоньку нужно ко всему этому идти. Пошла подача, Гарначо пробивает головой, но не попадает, к сожалению, в створ. Снова на Гарначо. Гарначо решил пробить, а мы вот так вот разыгрываем. Антони, ну куда ж ты? Вот у Антони, я замечаю, одним касанием, как только он принимает, у него удар особо не летит. Антони. Пас на Малина. Малин разворачивается и не получилось убежать. У нас показывают, что у Эриксона какое-то повреждение. Неплохо. Бруно Фернандеш. И вытаскивает вратарь. Да, Эриксона нужно менять, но выходит Маунт, что еще делать? Вот так вот, 13-я минута Кристиан Эриксон. Довольно полезный игрок центра поля, получает повреждения и вынужденная замена на Маунта. Но знаете, как раз сейчас, мне кажется, это тот момент, когда нужно Маунту показывать себя. Так скажем, он получает этот шанс. Потому что, ну, Кристиан Эриксон все-таки поинтереснее выглядит. Маласи дал сделать подачу. Ну, а тут Анана. Спокойно. Мяч забирает в руки. 20-я минута. Надо попробовать ударить. Хороший выстрел от Антони. Но, ребята, Пикфорд в порядке. Мейсон Маунт. Передача на Бруно Фернандеша. Бруно. Гарначо. Забить. Перекладина. Это был хороший шанс. Здорово разыграли. Здорово открылся Гарначо. Но, к сожалению, забить не получилось. А теперь уже атака Эвертона. Передача в центр. Антони. Ну же, Бруно. 1-0, ребята. Бруно Фернандеш. И вот так вот, как в гольфе. Посылает мяч в сетку. Но здесь додавили. Эвертон уж слишком долго. Они отбивались. И Малин молодец. Из-под ноги соперника мяч вытащил. Нашел Бруно Фернандеша. Ну и это 1-0. Здесь уже Пикфорд не дотягивается. Мы выходим вперед. 38-я минута. 12-й гол в 26 играх Бруно Фернандеша. Ну и он по-прежнему лидер нашей команды по забитым голам. Мейсон Маунт. Надо бить поворотом. Ну неплохо, неплохо, ребята. Тоже нужно пристреляться. Пикфорд все-таки, вы видели, он чуть-чуть, да, побоялся, что мяч полетит в дальний верхний угол. Подача на дальнюю штангу. И просто на отбой. Ну нормально. Первый тайм, пока мы впереди на домашней арене, выигрываем у Эвертона. Начинаются вторые 45 минут. Я думаю, сейчас Эвертон активнее пойдет в атаку. Им уже терять особо нечего. Сегодня нет Варана. Сегодня Матиас Деликт. А также Мартинос. В обороне Варан чуть-чуть подуставший, как и Казимира. Но, видимо, там уже из-за возраста, ребят. Все-таки возраст у парней больше, чем у тех, кто сегодня вышел. Бруно Фернандеш. Передача на Маунта. Маунт. Антони. Пробивает и Бигфорс с трудом вытаскивает. Уж не знаю, летел ли мяч в сетку. Гарначо. Ух, какой момент. Чуть-чуть бы пониже. Гарначо. Бруно Фернандеш. Мэйсон Маунт. Удар по воротам. Не просто так сегодня парень вышел на поле. Да, это была вынужденная замена. Пару раз он в первом тайме пристреливался, но во втором попал. Ну и хорошо. Хорошо разыграли. Маунт открылся. И вот так вот, ребята, с щечкой вонзил мяч в сетку ворот гостей. 2-0. У Эвертона пока, как и в Кубке, особой игры не видно. Ну и это отражает как раз их статистика. Матес Деликт. Плотно ставит ногу. Вот Деликт чуть-чуть освоился, мне кажется. И чуть попроще стало. Гарначо. Бьет Гарначо и снова вытаскивает. Пенальти. Это, ребята, пенальти. Сейчас посмотрим, как классно Антони. Хитро. Хотел вот так вот через себя прокинуть мяч. И в итоге попал в руку сопернику. Оп. И все. Этого было достаточно. По многочисленным просьбам ударю, ребята, в правый верхний угол. А то мне все говорят, что я бью только в левый. Бруно Фернандеш. Разбег. Удар. Такие не берутся. Семьдесят первая минута. Три ноль. Игра получается даже лучше, чем получилась в финале кубка. Передача пяткой. Опасно. Удар есть. И гол тоже. Один Эвертон все-таки отквитал. Ну, здесь уже, что называется, додавили. И хороший, плотный удар в дальний угол. А Нана не успевает среагировать. У нас выходит Маркус Решфорд вместо Гарначо. Главный арбитр добавил три минуты. И они уже, ребят, почти истекли. Там было микронарушение. Но Эвертон остался с мячом. А арбитр все-таки решил свистнуть. На самом деле, очень странно. Потому что соперник-то с мячом остался. И могли идти дальше в атаку. Подача в штрафную. С первым мячом справились. Со вторым тоже. Ну и... Я думаю, на этом уже все закончено. Победа 3-1. Три очка забираем. И, ребят, потихоньку приближаемся к пятому месту. У нас, ребят, пришел отсчет по молодым игрокам. Давайте посмотрим вообще, кто здесь есть. Насколько я знаю, если цена около миллиона у молодого игрока, то его можно, в принципе, рассмотреть. Так, вот этот паренек решил куда-то сразу уйти. Здесь 375. Не будем рассматривать. Здесь маленький потенциал. Здесь тоже потенциал очень маленький. Тут 80. 75 максимальный. Вот 86. 525 тысяч евро, да? Ну ладно, пока посмотрим. 2775. Это мы отказываем. Вот. Барон. Барон 230. Ну, как-то слишком. Видимо, у него стартовый рейтинг очень маленький. Ну и здесь все. Все ребята с не самым большим потенциалом. Поэтому пока не вижу смысла даже кого-то рассматривать. Ну вот Ферри, может быть. Давайте подпишем его. Ну а этого паренька тогда не будет. По-прежнему далеки мы от пятого места, как и от четвертого. Но нам нужны победы, ребята. Без них мы, к сожалению, не сможем подняться. Ну или хотя бы не сможем, так скажем, наладить рейтинг нашим руководством. У нас сейчас игра против Шеффилда. Мы играем снова дома. И сегодня у нас есть изменения в стартовом составе. Они играют вот такую вот узкую схему с тремя центральными защитниками. Нужно будет побольше бить из-за пределов штрафной, чтобы вскрыть их оборону. Ну а вот состав нашей команды. Сегодня у нас Казимира, Маунт, Гринвуд выходят с первых минут. Ну и, ребята, поехали. Я стараюсь постоянно ротировать состав. Если кто-то не выходит в старте, то стараюсь давать выйти на замену. Поэтому, ребята, следите внимательнее. А то очень много вопросов, почему тот сидит, почему сидит этот. Этот уже тысячу раз объяснял, что я не могу выпустить 30 футболистов вместо 11 на поле. Всегда кто-то достается на скамейке. Кто-то, например, как Маунт, проявил себя в прошлом матче, поэтому сегодня выпускаю его в старте. А Эриксон на замене. Дал отдохнуть немножко Кимиху. Сегодня поиграет Казимира. Все очень просто. Ван Бисака. Это грубо. Это было грубо, но, по всей видимости, даже без желтой. Шеффилдам нужно быть очень внимательными. Хоть и команда без побед, но это, знаете, вот тот самый случай, когда раненый зверь очень опасен. Вот эта плотность в обороне соперника, она прям чувствуется, что ты проходишь центр, тут вроде как посвободней. А доходя до штрафной, ты видишь вот эту кучу ног. Малина встретили, но он мяч сохраняет. Казимира. Плотный выстрел Казимира. Справляется голкипер. Ну вот как раз так и надо. Искать свободную зону. Мэйсон Маунт. Подача. Хороший удар. Это как раз таки Деликт пробивал по воротам. И снова Казимира. И снова его хороший удар. Но на сей раз вратарь не на угловой отбивает. Бруно Фернандеш. Маласи. Рядом Гарначо. Получает передачу Гарначо. Но как-то вот иногда коряво так обрабатывают мяч, как будто у них в одну секунду рейтинг на 10 меньше становится. Неплохо мяч придержал. Малин. Пас на Бруно Фернандеша. Бруно. Ван Бисака. Ну и разгоняем новую атаку. Ван Бисака. Надо простреливать. Прострел есть на Гринвуда. Но Гринвуд. В каких-то матчах здорово себя показывал. А сейчас пока особо не заметен. Опасный момент. Удар по воротам. И 1-0. Шеффилд выходит вперед. 42-я минута. Как я и сказал в самом начале. Раненый зверь. Он всегда очень опасен. Это буквально их первый выход на наши ворота. Провалилась центральная зона. Мейсон Маунт не доработал. Ну и здесь. Классно выкатили под удар. Не успевает накрыть Делик. Не успевает спасти Анана. И мы уже уступаем. Хорошая передача на Малин. Малин залетает в штрафную. Малин сравнивает счет. 1-1. Под занавес первого тайма. Ну и здесь. Мейсон Маунт. Делает хорошую передачу. И посмотрите как шведой правой ноги. Малин сшивает мяч в сетку ворот гостей. Во второй тайме я меняю ребята. Гринвуда на Антони. Нам все-таки нужна победа. Гринвуд не особо себя показал в первые 45 минут. Ну а вот Антони. Сразу зарабатывает аут для команды. Хорошая передача по флангу Антони. Фас дальше. Надо забить Малин. Я ребята подумал что он сейчас не забьет. Это его дубль. 48 минута. И Антони сразу же. У Маунта сегодня вторая голевая передача. А у Малина второй гол. Неужели между ног? Да. Ууу. Галкипер. Надо сеточку покупать. 2-1. 2-1 ребята. Переломили ход встречи. Причем что очень быстро. Новая атака Шеффилда. Маласия пытается встретить соперника. Не позволяет пока сделать передачу вперед в атаку. Вот так вот на коротке они разыграли. И в итоге аут в пользу нашей команды. И у Шеффилда начинаются замены. На коротке с Маласией. Здорово. Передача в центр. Малин. Бруно Фернандеш. Я думал скользкий мяч нырнет под вратаря. Но тот успевает среагировать. Еще одна замена Шеффилда. Хороший розыгрыш. Это Малин. Залетает в штрафную. Три футболиста рядом с ним. И Малин заработал угловой. Мейсон Маунт. Пошла подача. Резаная. Бруно Фернандеш. Снова опасно. Здорово. Антони открылся. Удар Антони. И ребята. Это 3-1. 76-ая минута. Сегодня собралась наша команда. И Антони не просто так вышел. Мне на секунду показалось, что цепанул ногой соперник. Но нет. В чистую залетает. Бруно Фернандеш. Просто с ноги здесь мяч выцарапывает у соперника. Бруно. Ну а вот здесь его уже накрыли. Вот не знаю, как кажется вам. Но мне кажется, что Маласи очень неплохо прибавляет от матча к матчу. Но здесь уже последняя минута. Галкипер пришел в штрафную. Уж не знаю, поможет ли это им. Удар есть. Мяч улетает выше. И арбитр даже не свистит. Все. Это победа. Победа 3-1. Мы побеждаем в нелегком матче. И давайте смотреть, как там складываются дела в турнирной таблице. И кто ждет нас дальше. Как мы видим, Арсенал и Ньюкасл еще свой 28-й тур не сыграли. Ну а мы, ребята, сейчас будем играть с Фулхомом. Давайте посмотрим на наш стартовый состав. Я не знаю. Давайте вместо Гринвуда сразу выпускаем Антони. Вместо Казимира. Давайте вместо Маунта выпустим Кимиха. Сыграем вот так. Также Люк Шоу просился в старт. Но, как мы видим, у него со скоростью, а точнее с его энергией не все в порядке. Я думаю, оставим все так же. Давайте начинать и посмотрим на состав Фулхома. Это будет интересное противостояние. С ними мы всегда играли непростые матчи. Вот так вот выглядит их команда. Одна победа на последние пять игр. Ну и давайте тогда отправляться на игру. Нам нужна победа, потому что мы снова, ребята, играем дома. Самое печальное то, что соперники, которые находятся выше нас, не ошибаются. Плюс у них еще по игре в запасе. И у нас, к сожалению, не получается пока к ним максимально близко приблизиться. Даже с учетом того, что мы выигрываем. Но выигрывать надо. Антони, здорово! Обокрал соперника, набирает скорость Антони. И не попадает. Он хотел сейчас аккуратно щечкой прокинуть верхний угол. А его чуть-чуть подтолкнули, но этого было достаточно. Начинаем сейчас Фулхом поддавливать. Гарначо. На одном движении убирает соперника. Гарначо. Передача в центр. Бруно Фернандеш. И только лишь угловой. Гарначо. Фенальти. Фенальти, ребята. Но вот если Гарначо не может попасть в ворота, то в который раз я замечаю, что его удары приносят нашей команде 11-метровый. Но здесь откровенная игра рукой. Тут вопросов нет. И Бруно Фернандеш подходит к 11-метровой отметке. Давайте попробуем ударить в правый нижний угол. Разбег. Удар. Мяч в сетке. Шестнадцатая минута. Без нарушения правил. Здорово. Ну и у него также классно мяч отняли. Чувствуется, как Фулхам после пропущенного немножко раскрылся. Они прямо вот в последние моменты сидели у своих ворот. Вот Бруно Фернандеш вырезает сейчас мяч на Гарначо. Гарначо раскачивает соперника. И мяч все-таки у него отняли. Казимирович красавец. В каком подкате он здесь заблокировал мяч? Рискованно, конечно, сыграли. Ну, Деликт разобрался. Кимих. Передача на Ван Бесаку. Ван Бесаку набирает скорость. Закидывает в центр штрафной. Там никого. Здесь Кимих выигрывает борьбу на втором этаже. Гарначо. И нарушение правил. Еще один пенальти. Гарначо вступил в борьбу за этот мяч. Посмотрим, что здесь было. 42-я минута. И главный арбитр назначает штрафной. Ну, вот если мы посмотрим. Правая нога сбивает Гарначо. Ну, давайте так. Это, можно сказать, 50 на 50 пенальти. И поэтому я проблю его по центру. Вот так вот хитро. Посмотрим, залетит или нет. Залетает. 2-0. Снова Бруно Фернандеш. Но не без усилий Гарначо. Сегодня два пенальти заработано именно на нем. Сначала рука. Потом нарушение правил. Ну и вот, мне кажется, арбитр немножко... Исправляется. За те матчи, в которых нас подсуживали. Сейчас наоборот. Он подсуживает немножко нам. У нас выходит Хойлунд. Выходит Маркус Решфорд. Выходит Эриксон. Решфорд здесь здорово. Раскрутил соперника. Решфорд. Штрафную залетает. Хойлунд. А Хойлунд снова. Как будто, знаете, вот проснуться забыл. Анана выскочил на мяч. Забрал его. Хойлунд. Это иногда уже даже смешно. Вот знаете, Хойлунд и футбольный мяч, это как будто какая-то комедия просто. Опасная атака. Передача в центр. Это гол, ребята. Это гол. Фулхам собрался. Это Виллиан забивает. И как-то сейчас наша команда немножко подрастерялась в обороне. Маласию сначала легко продавили. Ну а здесь уже нужно было только попасть. Маркус Решфорд не попадает в дальний. Это первый гол Виллиана в 21 матче. Бруно Фернандо здесь классно разворачивается. Эриксон. Передача на Хойлунда. Хойлунд залетает в штрафную. И Хойлунд не попадает. Как ты цепанул этот мяч. У нас, ребята, остается чуть больше пяти минут. Ван Бисака. Антони. Бруно Фернандеш. И отсюда в дальний. Удар Антони. Сегодня нам не прет с дальними ударами. Все, ребят. Матч закончен. Победа 2-1. Склепя зубами, мы здесь вырвали три очка. И будем продолжать борьбу за верхние места в турнирной таблице. Понятное дело, что чемпионами вряд ли мы встанем. Но, ребят, хотя бы будем биться за места Лиги Чемпионов на следующий сезон. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите максимально его лайками. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok